генеральный спонсор канала страйкбольный магазин airsoft rus всем привет с вами александр евгеньевич вы на канале redarm airsoft и мы продолжаем рассматривать страйкбольные игрушки от тайваньского производителя в ве сегодня мы посмотрим на два аппарата это блок 18 и как бы блок 26 комплектация поставки идентичная в комплекте есть сам пистолет greengas магазин так как это блоки четвертого поколения сменные накладки на рукоять и в таком вот пакетике есть штиф для крепления накладок и штиф для выбивания других штифов оба пистолета четвертого поколения от третьего поколения они отличаются измененной текстурой рукоятки наличием большой кнопки сброса магазина и также возможностью установки сменных накладок на рукоять благодаря которым можно подогнать размер рукоятки под руку кого-то рука больше у кого-то рука меньше в блок 4 поколения все это дело можно подогнать индивидуально посмотрим на каждый пистолет подробнее начнем с блок 18 затвор металлический рамка пластиковая накладки на рукоять пластиковые есть рельса для крепления лцу фонарика или прицела да на этот пистолет можно установить прицел есть бывают специальные такие рамки которые как раз крепятся вот за эту рельсу и вот сюда устанавливается прицел органы управления почти как у боевого пистолета почти потому что здесь есть не автоматический предохранитель которого у боевого пистолета нет здесь он замаскирован под плашку серийным номером как говорит костя ланкастер это все сделано из-за закона в японии который обязывает на всех подобных игрушках иметь не автоматический предохранитель все остальное как у боевого кнопка сброса магазина кнопка сброса затворной задержки переключатель режимов огня одиночный огонь и автоматический огонь также есть автоматический предохранитель на спусковом крючке чтобы нажать на спусковой крючок необходимо полностью сжать его пальцем если не нажать вот на эту на третежок в середине выстрел не произойдет как я понял кнопку сброса магазина можно переставить под левую руку но я этого не пробовал поэтому не знаю как на практике можно это правда сделать или нет разбирается пистолет следующим образом отмыкаем магазин с двух сторон нажимаем вниз рычажок на рамке и снимаем затвор регулировка хопа происходит с помощью вот этого колесика собирается пистолет в обратном порядке одеваем затвор вставляем магазин готова теперь посмотрим на суп компакт как бы глок 26 почему как бы глок 26 потому что у оригинального глок 26 нет автоматического режима огня но сумрачный тайваньский гений решил что мощи для этого малыша недостаточно и запилил сюда автоматический огонь затвор металлический рамка пластиковая накладки на рукоять тоже пластиковые также есть не автоматический предохранитель который замаскирован под плашку серийным номером органы управления кроме режима автоматический одиночный огонь как у боевого образца то есть есть кнопка сброса магазина кнопка сброса затворной задержки есть автоматический предохранитель на спусковом крючке который работает точно также на спусковой крючок нельзя нажать если не нажать центральную часть ну и разбирается пистолет точно также отмыкаем магазин зажимаем рычажок с двух сторон на рамке и снимаем затвор регулировка хопапа происходит с помощью вот этого колесика собирается пистолет аналогично пару слов про надежность пистолетов перед обзором я спросил мнение у двух владельцев этих пистолетов на что мне сказали что аппараты как бы кто ни говорил весьма живучие если их не терзать co2 или черным гвардером удивительный факт что 200 является владельцем вот такого вот блок 18 от ве и уже год не может его сломать для этого пистолета подходит greengas магазин от ве также есть магазин увеличенного объема на 50 шаров хотя на субкомпакте такие магазины будут смотреться весьма странно еще бывают co2 магазины от ве и от ротеч но для нормальной работы нужно заменить газовую камеру на усиленную а я все-таки рекомендую если это возможно играть с greengas и не использовать черный гвардер или co2 теперь по традиции я телепортируюсь страйкбольный клуб дельта где проверю эти пистолеты на хроне ну и просто из них постреляю а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все. Надеюсь, обзор вам показался полезным. Если это так, как всегда, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, если вы это, конечно, еще не сделали. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на Фейсбук. Всем пока!